приветствую вас дорогие друзья мы с вами на барахолке я сегодня очень удачно зашла смотрите какие соусники сегодня очень много чешской посуды всякой разной очень красивой я тут уже полочку освободила для новых товаров сейчас перекапывала вот эту экипу блюд такое вот нашла классное такое хорошее состояние в принципе чуть-чуть совсем потертости но оно без клейма но качество оно и без клейма видно очень классное блюдо такое вот еще есть блюдо от Weimar мне кажется оно не доделано то есть это заготовка и докрашенная есть еще такая тарелка тоже очень красивая чешская очень много сегодня мока пар сейчас я буду ходить и смотреть очень много красоты сегодня в общем здесь сегодня очень много всего красивого и интересного смотрите какая конфетница но здесь какие-то пятна мне не нравится мне кажется они не отмоются очень такая хорошенькая фанширхольц прелесть да очень много всего красивого вот такая вот парочка откала шиповник и васильки еще пшеница тарелочка а вот это какая конфетница а вот это какая конфетница милейшая мне кажется это двадцатые тридцатые годы прошлого столетия по-моему это порционал Мартин Роуда я не уверена может это какой-то другой похожий клейма есть там зеленая вазочка тоже такая прямо вся с чешуйками классная вот эти кобальтовые пары а вот какой миленький сервизик кофейный мока игрушечный чайничек чашечки сахарница такое все миленькое миленькое маленькое-маленькое чайничек все игрушечное просто а здесь смотрите какая шкатулка богемская ручную работу из малахитового стекла прозрачного наверное куплю у меня тут уже много всего стоит и вот эти парочки тоже надо разобрать какой-то такой фарфор странные чашки очень тяжелые не знаю даже немного они крайне красивые но они какие-то тяжелые это декоративный фарфор его конечно не пользуются для того чтобы поставить витрину и любоваться вот тоже симпатичная тоже тяжелая но она специально чтобы она была устойчивая когда стоят в витрине и люди переставляют ой что за белочка белочка без клейма просто белочка так такая ваза с ацимой тоже классная с драконом легкая такая японская что тут у нас еще есть такая вот есть конфетница тоже без клейма а вот маленькая валендорф да валендорф тоже маленькая татюрингская мануфактура какие миленькие досочки такие вот фарфоровые бернадот сделано в чехословакии прелесть какая да и минажница тоже из этой же серии перкинхаммер там снизу тоже еще блюдо тоже из той же серии там большое есть такие вот маленькие как селедочница закусочная все это чешский фарфор там какое-то трио красивое это стоит посмотрим вместе с собачками собачки тоже классные такие для сада наверное или где-то в коридоре поставить там какой-то трио спряталось сзади красивое сейчас достану вот смотрите какая красота это клейбер клейбер порцелан такое оно среднее между кофейным и чайным оно небольшого объема но красота необыкновенная форма похожа вообще на ваймар такое копирование но оформлено конечно все блестит переливается чудо берем конечно я уже взяла вторую корзину вот смотрите какая красота конфетница по моему кайзер что ли или какая-то другая фирма я плохо посмотрела здесь смотрю сейчас там какое-то трио вообще совершенно прекрасное стоит думаю надо его тоже вытащить посмотреть и взять ой что я показывала смотрите какая красотища рейхенбах старинный вот я сегодня прям очень удачно зашла народу сейчас огромная куча но я свое все равно не упустила вот сейчас возьму эти тарелочки я очень рада что я зашла сегодня меня муж отговаривал говорил не едь но муж меня все время отговаривает от поездок в секонд и на на бложке он говорит тебе это надо ты уверена я говорю да я уверена он говорит мало тебе еще забот я говорю хотел сказать мало но я так не говорю конечно забот конечно не мало но удовольствие от поиска сокровищ ни с чем не сравнить так что вот это чашечка с дефектом на ручке она здесь уже давно стоит так что вот мой улов это уже 2 вторая вторая корзина первую я сложила у продавца там надеюсь никто у меня там ничего не утащит вот и все закрыла салфеткой потому что постоянно кто-то пытается что-то у кого-то утащить кошмар какой-то только не успеешь не уследишь ой какая красивая чашечка старинная наверное детская с детками козочку запрягли в полоску и едут вот вот тарелочка еще прорезная с фруктами без клейма тоже красивая тоже что-то старинное но это наверное не сет это разные вещи это вот у нас конфирмация католическую церковь каут вазы здесь есть красивая что это у нас тут такое буква R не знаю такого клейма дома уже смотреть не буду поэтому если кому интересно можно найти в интернете сейчас покажу еще разок ручная работа естественно буква R с короной вот такая вот много стекла вот розовый розовый четырехлистник классный такая вот вазочка тоже интересная ой тяжелая какая без клейма такую я уже видела где-то в каком-то антикварном магазине там она была 25 евро такая же точно здесь не знаю сколько будет стоить надо спрашивать если цены нет какая керамика классная тоже скорее всего итальянская такая огромная такая вот вообще шикарная вещь посмотрим что там написано так вы увидели скажите мне потом если увидели я только снимала не рассмотрела такая вот хрустальная штучка для чего это интересно такое блюдо да наверное для чего фантазия простирается вот тоже красивая такой клеймонь когда я не видела в Польше что ли а вот минашница такая интересная соусница посерединке а вот минашница такая у меня есть такая конфетница и трио из этой же серии состояние по моему супер ручная роспись золотой пастой валендорф наверное надо брать красота так вазу взяла конфетница тоже красивая какая-то штучка на ней висит конфетница сиреневое стекло такая вот корзинка столько много сегодня красивого всего вот эта вот штука мне очень нравится если бы мне интерьер позволял я бы наверное ее купила такая классная вещь несмотря на то что здесь есть каркелюр какая-то прям шикарная ваза с хвостиками тигринными игрушечки старенькие елочные сейчас одна женщина их чуть не уронила они вот так вот стояли она задела прямо чудом не упали на то стекло такие игрушки из детства вот тоже какое-то трио красивое вендсидл рельеф посмотрим тарелочку десертную тоже такая нежная-нижная думаю что надо взять очень красивая возьмем все это конечно надо потом еще раз рассмотреть а то я в прошлый раз набрала тут всего битого ой я не самая распила она уже была здесь в коробочке лежит какой-то сервис с орхидеями тоже такой классный смотрите какой соннберг по-моему такой вот декор легкая такая чашечка тарелочки там еще есть чашки кофейник я вижу чашки кофейник и тарелки такие вот но я не буду покупать я сервизы не очень не очень люблю только в исключительных случаях когда что-то необыкновенно редкое покупаю тоже красивое блюдо это эльминау граф фанхененберг такая вот узнаваемая форма у них маленькие такие конфетницы есть такая большая но потертости довольно много но довольно хорошее состояние правда это неизвестно грязь или не грязь или это потертости это неизвестно это уже сколько раз я покупала думала отмою и нифига не отмывалась такое вот еще трио есть темно-красное бордовое а вот и то о чем я говорила весь сет вместе вот эта ваза которую я нашла в секунде она довольно большая я так думаю что около 30 сантиметров ну может быть 29 ручная роспись таким вот выпуклым способом нанесения золотой краски точнее золотой пасты ручная роспись золотой пасты вот называется эта тема золотой рельеф ваза конфетница треугольной формы тоже ручная роспись с золотом объемная такая вот красота и тут еще и дорисовка есть видите серединка и бутончик черным цветом так же как впрочем и на вазе вот тоже это золотой рельеф времен ГДР настоящий кобальт тоже фирмы валендорф и трио тоже подходящая в тему оно другой фирмы оно оформлено в художественной мастерской но в той же технике золотого рельефа и я думаю что очень даже они все вместе все эти три предмета сочетаются хотя цветочек немножечко другой как мы с вами видим но это если присматриваться будет очень критичным питомцы если уж очень критично вообще они очень подходят все вместе есть трио прямо точно с таким же рисунком розы ну вот так вот в трех разных местах собрался у меня вот такой вот сет очень красивая чашка на ножке все полностью оформлено вручную блюдца тоже посмотрите какие милые золотые веточки с листочками вот феликс пришел такой вот широкий золотой край и конечно же десертная тарелка просто великолепная трио стояло у кого-то в витрине поэтому оно просто выглядит как новая такая вот красота вот видите все вместе очень похожа и сочетается весь набор так феликс меня обхаживает обтирается об мои ноги под столом вот такой вот наборчик очень красивый также в своем походе на барахолку я приобрела много текстиля и сейчас буду вам его показывать так что оставшееся время в ролике будет показ текстиля приглашаю всех кому это интересно ну а кому не очень интересно с теми прощаюсь всего хорошего до новых встреч а остальным остальных приглашаю к просмотру вот такую вот скатерть новую в упаковке мне удалось приобрести в секунде видите она совершенно новая новая упаковка полностью еще сохранилась здесь мы видим на рисунке на фотографии квадратную скатерть на столе с очень красивым узором кстати узор называется мурана видно что муранские узоры муранская гравировка на стекле скорее всего навеяла навеяла что навеяла навеяла мысль создать такой вот узор на этой скатерти у автора вот здесь мы видим красивый сервис белый с золотом вот такое вот решение украшение стола серебряный подсвечник видите золото и серебро встречаются вместе на одном столе и так и надо получается куплена это была скатерть когда-то в городе Кельне в галерею магазинной стопроцентный хлопок мерсеризирован сделано в Германии вот но это известная фирма Баур выпускающий текстиль как я уже сказала 140 сантиметров круглая вот здесь написано и вот даже можем посмотреть цену когда-то она стоила 26 евро просто наклеили наклеечку вот может покупали в подарок а может быть кто-то получил ее в подарок и не использовал вот такая вот очень красивая скатерть здесь рисунок видно вот я не знаю как по-русски это тоже дамастовая скатерть или это как-то какое-то другое название имеет вот такой вот нежный узор проступает еще вот такую вот круглую скатерть я купила ну это типа кружева но это кружево машинное такое но она видите сделано вроде как бы связанное крючком но это машинное кружево она тоже круглая сейчас я ее расстелю и мы посмотрим вот у меня прямоугольный стол поэтому конечно трудно показать ее полностью она такая плотная ну я даже назвала ее наверное такой дачной скатертью скатертью садовой скатертью потому что такое качество довольно таки тяжелое толстая ну вот на маленький столик на свой круглый я могла бы ее постелить но он слишком маленький мой столик но я думаю что видно узор рисунок этой скатерти в таком виде я думаю что вот это вот лицевая сторона или все-таки вот это что-то я сомневаюсь наверное я постелила ее на изнанку но узор я думаю все равно видно вот я нашла этикетку стопроцентный полиэстер поэтому в стирке эта скатерть будет вести себя идеально не сядет не изменит свою форму и что мы здесь еще видим написано сделано в западной германии то есть такая вот винтажная винтажная скатерть вот такую уже в магазине не купить можно только найти на обложке ну и да я вам ее показывала с изнаночной стороны но лицевая сторона не сильно отличается от изнанки вот такая может быть немножко более выпуклая немного более выпуклый рисунок еще одна скатерть но это по моему уже прямоугольная вышита шерстяными нитками мне очень нравятся такие вот скатерти старые из смесовых тканей с ручной вышивкой часто это вот такая вот вышивка толстая толстая из шерстяной нити я даже ее не рассмотрела в магазине но сейчас вместе посмотрим расстелю и посмотрим вот она эта скатерть с двумя рядами еловых веточек и думаю что это еще цветы морозника здесь изображены свечи красные такая вот скатерть для уютных рождественских вечеров так здесь я вижу небольшой след такой от чего-то что здесь стояло но я думаю что это уже постиранная скатерть потому что здесь вот эти ниточки они немножечко уже замохнатились чуть-чуть ну скатерть очень симпатичная главное что здесь такой вот ручной труд вложен в нее довольно таки большой много здесь объем вышивки довольно большой такая вот прямоугольная скатерть ой слышу шум крыльев кто-то летит похоже лебеди где где они там у нас нет не пролетели там за деревьями пролетели но не показались это они летают вокруг озера может быть вам слышно шум крыльев по-моему не решаются сесть на воду но потом взглянем все ли они или нет вот такая вот скатерть ну в принципе даже если вот эти небольшие следы не отмоются если сюда что-то поставить все равно что-то ставится на стол то не будет заметно а вот и лебеди которые все кружились кружились не решались никак сесть и вот они уже на озере плавают красавцы такие вот шумели шумели своими крыльями летали летали и сели наконец-то дальше вот такая вот кипа у меня есть кружев такая вот салфеточка плаванское кружево это уже более современное хотя скорее всего оно тоже винтажное просто не старинное вот элемент часто их вот разрезают вот эти элементы что-то из них делают покупают таким большим полотном и потом по форме очень легко можно обрезать вот по этим вот ниточкам так как я всегда говорю плаванское кружево это всегда машинное кружево оно может быть старинным кружево потому что уже в 18 веке были созданы специальные станки для его изготовления оно может быть современным но это всегда машинное кружево вот например у нас с вами экземпляр более старинный плаунского кружева и вот давайте посмотрим с вами отличия как вы видите более современное оно более толстое вот и видно я думаю немного по качеству оно отличается не говорю что оно хуже но оно отличается старинное старое кружево винтажное плаунское оно отличается особой тонкостью и причудливостью узоров я думаю возможно какие-то карты были утеряны карты выплетения этих кружев на машинах поэтому в настоящее время плаунское кружево представлено чаще всего вот такими вот экземплярами подобными этому что-то типа такого а вот это такая уже более винтажная старенькая салфеточка но это всегда у нас машинное кружево так это уже сделано руками чьими-то выплетено я не знаю это по-моему игольчатое кружево или какое я в техниках не разбираюсь я могу иногда отличить связанное это крючком или спицами но на этом все вот видите здесь какое плетение такое вот очень необычное но я думаю я думаю что вы мне сейчас напишите каким способом сделано это кружево но видно что оно ручной работы вот такая вот овальная очень тоненькая салфеточка вот вот тоже очень тонкая маленькая салфеточка под вазочку тоже это ручная работа смотрите какая крошка как красиво сделано еще цветочки на окончаниях какие-то такие вот как объемные но они просто заглажены вот салфеточка тоненькая хорошенькая так дальше у нас идет уже довольно приличных размеров опять же плаунская салфетка о какая прям только она даже на маленький столик подойдет такая вот большая вот конечно же чем больше такая салфетка тем она более представляет собой ценность вот на ebay можно иногда найти и увидеть цены стоят они довольно дорого смотрите какая приличного размера так вот на маленький столик поверх какой-то однотонной цветной скатерти будет выглядеть очень красиво конечно же ее надо отгладить но сейчас тут уже такая вот винтажная работа сразу видно очень-очень красивая опять же повторяюсь хотя она выглядит как ручная это машинная машинная кружева известная во всем мире плаунская кружева плауэнская такая вот маленькая салфеточка еще и здесь в пакетике что-то у нас тут еще с вами есть так здесь что-то новенькое даже с этикеткой посмотрите-ка здесь написано тоже вот она зарегистрированная марка плаунская кружева плауэнер шпицы флорентина так что же это за флорентина такая какой-то вот такой вот элемент ну это уже что-то современное но тоже очень красивое тоненькое такая вот или это салфеточка или что это такое или это элемент для скатерти для изготовления скатерти ну вот так вот видите сделано в Германии под вазочку можно такую салфеточку положить под конфетницу очень что-то тоненькое и красивое так это было у нас в пакетике и вот здесь еще у нас какие-то вот тоже ручной работы салфеточка с люрексом связана выплетена интересно как ой какая-то на меня села муха цц ну-ка пошла отсюда вот такая и здесь еще есть машинные салфетки желтоватого цвета вот такая вот салфеточка тоже они под конфетницы под вазы с фруктами часто чтобы не царапали стол например какие-то вещи вазы конфетницы другие предметы такую салфеточку постелить они легко стираются вот тоже такая вот интересная салфетка объемная такая вот прям какая-то пушистая смотрите какие какой объемный рисунок на ней интересная вещь такая вот длинненькая и что-то еще было в пакетике кусочки ткани какие-то такие вот обрезанные так наверно все кто не подумал как же ты покупал если даже не знаю что в пакетике ну так вот я покупаю иногда когда спешу вижу что пакетик с кружевом беру и и бегу вот так вот и получается а здесь смотрите какая-то как рамочка связанная ой как интересно это наверное для салфетки осталось вырезать салфетку по размеру да и вставить вот в эту рамочку очень даже интересно скорее всего это ручная работа вот ну да смотрите как сшили рамочку для салфетки я так думаю для чего уже не для картины же здесь видно шов да очень даже интересная вещь и вот тут всякие нарезки и вот еще кусочек кружева какого-то и вот тоже какое-то это шитье по-моему называется или прошлое очень тонкое очень тонкое на батисте скорее всего батисте называется вот так вот не знаю сколько вот смотрите здесь еще есть такая вот для чего-то маленького еще подойдет есть такая вот прошлое и с таким же рисунком такая вот односторонняя как здесь двух сторон можно ткань пришить рукодельницы меня поймут что я имею ввиду вот это все да здесь еще кусочки ткани какие-то а и вот еще кусочек такой вот тоже прошлый уже более широкой для постельного белья может для оформления подушечки такая вот ну вот и все тут еще даже имя чье-то вышито представляете Роберт Эттел или что такое в общем кто-то что-то вышел какое-то имя интересно мужское имя удивительно да ну вот и все это мой сегодняшний обзор надеюсь вам было интересно со мной если вам понравился мой ролик буду рада вашему лайку под ним желаю вам всего самого доброго будьте здоровы вы и ваши близкие и до новых скорых встреч на моем канале пока пока